Пожалуйста, ваши документы, выход на посадку номер 17, желаю вам приятного полета. Сегодня для многих пассажиров регистрация прошла быстрее обычного. По стандартам на оформление одного человека агенту положено ровно минута. А вот конкурсантка Юлия Щербакова, представляющая аэропорт Краснодара, справилась со своими обязанностями за 48 секунд. Это её первое состязание в профессиональной сфере, хотя в гражданской авиации Юлия работает уже больше 8 лет. Прошла отборочный тур в родном аэропорту и сюда приехали уже в финал. В первую очередь это прежде всего для себя, а именно закрепление результатов. Делишься своим опытом с коллегами и лишний раз убеждаешься в своих способностях и возможностях. Своё профессиональное мастерство в конкурсе показывают сотрудники четырёх аэропортов – Сочи, Краснодара, Анапы и Геленджика. Это работники служб регистрации и безопасности, мощники воздушных судов и те, кто загружает багаж пассажиров. Всего около 200 человек. Каждая команда оценивается по определённым критериям. В комиссии у нас участвуют все сотрудники разных аэропортов. И у каждого есть определённые критерии, по которым мы оцениваем. Как качество, так и время. Сотрудники, которые будут лучшими, получают премии, грамоты и кубки. Лимит по времени есть не только у агентов по регистрации пассажиров. На уборку воздушного судна по стандартам требуется 20 минут. Примерно столько же на погрузку багажа. Но сегодня сочинская команда превзошла все нормативы. Чемоданы пассажиров уложили в самолёт меньше, чем за 4 минуты. При этом не в ущерб качеству. Ежедневно Международный аэропорт Сочи принимает больше 40 рейсов. Это порядка 12 тысяч пассажиров. Качество их обслуживания службами авиакомпании как раз и проверяется на таких конкурсах. Кстати, в прошлом году сотрудники воздушных ворот курорта показали лучшие результаты по профессиональному мастерству. Смогут ли они на этот раз подтвердить своё лидерство, станет известно уже завтра. Татьяна Говоркова, Дмитрий Даниловский, телекомпания ФКТ.